Дорогие друзья, наша сегодняшняя встреча дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне. Её долго замалчивали, дозировали правду о героях и потерях. Даже плакать над могилами не разрешали, скупились на ордена. Потом эта война ворвалась стихами и песнями. Сегодня сами участники тех событий расскажут вам о мужестве и силе духа. О той далёкой стране Афганистан. Афганистан находится в Юго-Восточной Азии, где проживает 17 миллионов человек. Из них 8 миллионов афганцев. Остальные узбеки, таджики, дургмены, хазарейцы. Афганистан это 70% горной местности и бедной растительности. В апреле 1978 года афганский народ поднялся на борьбу за лучшую жизнь. Скинул монарха, провозгласив Афганистан республикой. В поддержку новой власти 25 декабря 1979 года советское правительство вводит свои войска в Афганистан. Так началась военная кампания Советского Союза, которая длилась 10 лет до 15 февраля 1989 года. Наши воины под огнем врага освобождали узников тюрем в Герате и Кабуле. Прикрывали школы в Шибергане. Наши войска на простреленных Ми-8 и на опаленных Камазах везли обездоленным и голодным в кишлаки хлеб и сгущенку. Книги и тетради. Керосин и мыло. Они приходили на помощь, рискуя собственной жизнью, совершая подвиги, которые достойны славы. Мы здесь с тобой не потому, что дата. Как злой осколок память сжет в груди к могиле павшего солдата. Ты в праздники и будни приходи. Никогда не забудут эту войну те, кто там воевал, кто лицом к лицу столкнулся со смертью. Слово предоставляется заместителю городского головы Кочукову Владимиру Степановичу. Добрый день, уважаемые. Я просто скажу. Вольные интернационалисты. Чехи, кубинцы, вьетнамцы, алжирцы, афганцы. Сегодня есть такой день в календаре. Ну и слава богу, что он есть. Все-таки, как бы там не сложилась судьба всех наших, скажем, ребят в то время. Все вы, посланные Родиной в разные точки земного шара, вы выполнили свой долг. Вы, как бы там ни было, были вдалеке от Родины, но защищали ее и защитили. И этот день, он святой. Я не хочу сказать, он праздник там или нет. Это святой день для всех вас, для нас, у всех. Как бы в этих горячих точках, большая часть в Афганистане, как бы наложило отпечаток. Кто выжил, кто погиб, кто пришел ранен. И в этот святой день, ну, как бы он, мы должны упомянуть тех пацанов. Своих однополчан убежал. И тяжело, конечно. Поздравляю вас, что вы в этот, как скажем, святой день собрались здесь и сделаете святое это дело. Хотелось бы пожелать вам всем самое основное, крепкое здоровье. Сейчас вам это необходимо. То, что происходит сейчас в Украине, конечно, пожелать вам, вам. Будем жить, выжили. Вы не то прошли. Пережили вновь. Дай Бог вам счастья, здоровья, семейного, личного, благополучия. И держаться друг за друга, как вы делитесь. Потому что воины-интернационалисты, там уже есть большой муковин. Вы все прошли. Пройдем. С праздником. Летели в Украину черные тюльпаны с цинками-макаровами. Украина потеряла около 4 тысяч молодых парней. 6 тысяч стали инвалидами. Еще 72 человека остались в плену или пропали без вести. Треть участников афганской войны была родом с квитучей украинской земли. На их долю выпало испытание огнем и кровью. Сколько их, голубоглазых, русых и чернявых сыновей Украины погибли на той земле. Я постоянно над вопросом мучаюсь. И все никак не нахожу ответ. Но почему от нас уходят лучшие? Уходят в мир потерь и страшных бед. Улетели черными тюльпанами в бессмертие и наши земляки, рубежане. Игорь Лебедев, Иван Шпанко, Виктор Штепов, Николай Козурин пропал без вести. Война. Война. Кому-то очень больно, а кто-то получает посты чин. Друзья мои, всех убиенных в войнах. Припомним и минуту помолчим. Я попрошу вас зажечь свечи. Я попрошу вас зажечь свечи. Спасибо. 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 Песня присвячена всім матерям, хто й досі чекає своїх санів з війни. Песня «Біля Тополі» виконує Ірина Данько. Песня «Біля Тополі» 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 воинов-интернационалистов вошел в состав Луганской областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана, воинов-интернационалистов. 26 октября 1999 года в Рубежном был установлен памятный знак воинов-интернационалистов. На постамент установлена единственная в Украине боевая машина пехоты, БМП-1, которая действительно участвовала в боевых действиях в Афганистане. Открывал памятный знак министр обороны Украины Кузьмук Александр Иванович. В апреле 2010 года на городской конференции председателем был избран Щербал Владимир Петрович. Наш Центр и общественная организация воинов-интернационалистов связывает давняя и крепкая дружба. Наши ребята частые гости в музее боевой славы. Поисковая работа «Человек совести и чести», которая была посвящена председателю Владимиру Петровичу, и заняла призовое место на областном конкурсе. В нашем Центре была впервые организована развернутая экспозиция, посвященная событиям в Афганистане. В 2010 году была открыта первая мемориальная доска погибшим воинам-интернационалистам, которая впоследствии была перенесена в музей боевой славы. Организация продолжила военно-патриотическое воспитание молодежи. Впервые в Украине 2 августа 2009 года совместными усилиями на площади города было проведено на уровне общегородского спортивного концертного мероприятия День встречи ветеранов воздушно-десантных войск. В дальнейшем организации День погранвойск и День ВДВ в Рубежном проводились ежегодно и стали традиционными. На учете в Управлении труда и социальной защиты населения состоит 182 воина-интернационалистов, в том числе 16 со статусом инвалид войны и 166 участников боевых действий. Слово предоставляется председателю Рубежанской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана Щербакова Европетровича. Как все-таки радостно, когда видишь лица друзей, однополчанных, участников боевых действий. Какие мы пришли с вами, какие мы сейчас на глазах друг друга видим, как мы живем, как растем, мужаем, следим за движениями своих товарищей. Все-таки очень сильно приятно, когда собираемся вместе, делимся впечатлениями. Видно уважение города, уважение жителей, детей, организаций. Вот видите, как приятно все-таки люди пригласили нас к себе отчетствовать ваше мужество, героизм, совесть, неуполокую грязь. Начиная с 2014 года, у нас в городе имеется еще не только, ну, основная масса интернационалистов – это афганцы. Ну, как бы, начиная поднимать архивы, начали искать, нашли. Нашли интернационалистов, которые проходили срочную службу на клубе. Вот, я хотел бы поправиться. Но нельзя забывать и о них. На их примере мы были воспитаны. Как бы ни было, но отцы передают эстафету мне. В любом случае, мы живы, мы есть, нас помнят. И мы должны чувствовать это и отдавать дань уважения тем, кто о нас помнит, кто о нас все-таки в наши годы еще заботится, не считая тех проблем, которые существуют в городе, все-таки о нас помнят, нас уважают, нас видят, что мы рядом. Давайте тоже уважать тех, кто уважает нас. Спасибо за внимание. Спасибо. Друзья мои, я попрошу вас удерить скупую мужскую слезу. У нас все-таки сегодня праздник. Принимайте в подарок замечательный хореографический номер от ученицы детской школы искусств. Новикова Ульяна подарит вам замечательный веселый танец «Украинка Ямаленька». Поддержите аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Песню «Мальвы» исполняет Зубко Вероника. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Горит звезда декабрьская чужая, А под звездой дымится кровью снег, И я слезой последней провожаю, Все с чем впервые расстаюсь навек. Много горя, бед и страданий Принесли нашему народу Эти 9 лет и 51 день Жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, Наши воины проявили лучшие человеческие качества, Мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, Вдали от дома, Ежечасно подвергаясь опасности, И подчас смертельной, Они сохранили верность воинской присяге, Воинскому и человеческому долгу. Но не только военные, Но и гражданские лица профессионально И мужественно выполняли свою работу. Учителя и врачи, Агрономы и архитекторы, Геологи и связисты, Журналисты и строители, Офицерские жены. Всего за период с 27 декабря 1979 года По 15 февраля 1989 года В войсках, находившихся на территории Афганистана, Прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих. Из них в соединениях и частях Советской Армии 525 тысяч 200 человек. В пограничных и других подразделениях 90 тысяч человек. В отдельных формированиях внутренних войск И милиции МВД 5 тысяч человек. На должностях гражданского персонала В войсках за этот период находилось 21 тысяча человек. Но из того, о чем мы слышим, И из того, что мы вершим пока, Солдатский долг Считаю высшим И самым бескорыстным на веках. Дорогие друзья, Принимайте музыкальный подарок. Хореографическая композиция В исполнении детской школы искусств. Татарский народный танец. Встречайте их аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Гитара была верным другом у наших ребят. И в перерывах между тяжелыми боями, конечно же, звучало огромное количество песен. Но сегодня вам песни подарит под гитару очаровательнейшая девушка. Встречайте Соловьева Елизавета с песней «Небо». На пили плечи тихий стови, складая уста, где песни и доми. И в руках шикает небо, знаходи, спасися застану и зато. Входи, входи с росою, лякает квіти, трохи полочит и мусит сидит. Дорогие друзья, музыкальный подарок вам дарит студия эстрадной песни и танца «Модус» городского дворца культуры. Ангелы добра! Легкой походкой уйду, сквозь спящий город. Поднимая на крылья царю, не отыскал, а могли, сдувая холла. Ангелы добра вовил сквозь, вовил крыла над миром. 15 февраля 1989 года последний бронетарспортер с нашими воинами пересек мост дружбы через Амударью. По фарматору, который проходит граница с Афганистаном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией, герой Советского Союза, генерал-лейтенант Борис Всеволодович Громов. Закончилась одна из самых долгих и трагических войн второй половины 20-го века. Она длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней. После вывода войск, генерал-лейтенант Бромов написал следующие строки. Наша боль и опасения и тень с вашими тревогами слились. Наконец настал последний день. Наконец его мы дождались. Кто вставал? Кто падал под огнём? У судьбы не спросишь, что кому. 9 лет вы жили этим днём. 9 лет с боями шли к нему. Как измерить боль горячих ран? Облегчить, как горе матерей. Будет сердце сжечь Афганистан. И в объятиях родины своей. Песня «Миг» исполняет Александр Демченко. КОНЕЦКИЯ 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 Призрач на всём, в этом мире бушующем. Есть только миг, за него идёт жизнь. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Ещё раз поздравляем вас с праздником. Мира нам. Здоровья вам крепкого-крепкого. Мы всегда рады видеть вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова